Спицы раздоры или спицы как инвестиции? Это видео я посвящаю всем тем, кто покупает инструменты для вязания и когда окружающие вокруг восклицают, как это дорого. Неужели спицы могут стоить так дорого? Это всего лишь спицы. Как ты можешь столько тратить денег на спицы? Это просто какое-то безумство. Ведь это всего лишь спицы. Почему они могут стоить 100 долларов? Если все эти фразы вам говорили ваши знакомые или близкие, то вам точно эта тема будет полезной. Всем привет, меня зовут Анастасия. И добро пожаловать на YouTube-канал Рукотворная Ру, который посвящен самым коротким и полезным мастер-классам по вязанию крючком и спицами. И здесь еще много информации на околовязальные темы. Сегодня с вами обсудим стоимость инструментов для вязания и почему эта стоимость кажется кому-то необоснованной. Еще я расскажу, как мои спицы стали инвестицией и могут ли спицы стать причиной раздора в семье. Если хоть раз близкие или знакомые у вас удивлялись стоимости спиц, то вам это видео будет интересным. Давайте эти все темы с вами обсудим в комментариях. Итак, инструменты для вязания – это тема очень неоднозначная. Самое естественное желание у нас, конечно, это экономить. И если я вижу два товара, у которых качество не отличается, а цена различна, я, естественно, тоже предпочту что-то более дешевое. Это совершенно естественный процесс. Но в ряде случаев, конечно, экономить смысла никакого нет. Я так считаю об инструментах. Если мы с вами говорим о том, с чем соприкасаются наши руки, с чем мы взаимодействуем ежедневно, если мы вяжем с вами довольно продолжительное время, и этот процесс должен нас с вами радовать, то я предпочитаю, ну, это лично мое решение, я предпочитаю выбрать качественные инструменты для вязания. Спицами я вяжу чаще, и мои фавориты – это спицы Адди. Когда я их покупала в далеком 2013 году, и они стоили 100 долларов по тем временам, это была сумма, равная примерно там 3300 рублей. Ну, около того это все стоило. И вокруг меня очень многие удивлялись. Я даже некоторым не говорила стоимость спиц этого набора. Сейчас могу его показать. Это такой стандартный набор, довольно-таки Адди Клик. Здесь 10 пар спиц и 3 лески. Вот у меня 2 лески в работе. 2 лески у меня в работе, и сейчас 2 пар спиц здесь нет. Но всего их тут 10 пар. От 3,5 до 10 мм. В свое время я посчитала, что это очень хороший вариант, потому что мне не нужно будет вообще думать о том, что какие-то спицы мне когда-нибудь понадобятся. Причем эти спицы как конструктор выглядят, и поэтому это очень удобно. В дальнейшем я еще купила набор Чиагу, и они мне тоже нравятся. Но это был вот такой первый набор и первая дорогостоящая покупка. Особенно по тем временам считала, что 3 тысячи с чем-то за спицей – это большая стоимость. И что же я могу сказать сейчас? То есть, когда прошло уже более 7 лет, я ими пользуюсь, оправдали ли эти спицы все рубли, которые были в них вложены? Я считаю, что да. Во-первых, мне очень нравится ими вязать, и нравится их скольжение. Если бы у меня их не было, возможно, мне бы вязать не нравилось так сильно, как сейчас нравится. Затем, если даже говорить о том, что спицы эти были мной куплены за 3 тысячи с чем-то, сейчас эти спицы стоят порядка 11-12 тысяч. Я смотрела в интернете, сравнивала несколько магазинов, и была просто удивлена, насколько выросла цена на эти спицы. Если бы я хотела, я могла бы даже, наверное, их продать. Но я этого не планирую делать. Это мои рабочие лошадки, мои самые любимые спицы. Единственный у них минус, конечно, это вот стык лески и спицы. Там есть такая ступенька. Но если вы не так много вяжете методы Magic Loop, то все равно эти спицы для вас будут как раз самыми оптимальными и удобными. С одной стороны, это все звучит как реклама конкретных спиц в виде АДИ. Но я хочу сказать, что есть много и других вариантов спиц и комплектов, например. Есть спицы из различных видов дерева, например. Есть спицы металлические различные. Есть спицы с различными тросиками. Очень много разных наименований. Я всеми ими не вязала. У меня есть только набор Чиагу и набор АДИ. Причем Чиагу я брала уже не полный набор, а спицы, которые начинаются от 2,75. Я не стала брать слишком толстые спицы, потому что они у меня есть в АДИ. То есть я подбирала каждый набор под себя, что мне нужно по моим запросам. Поэтому они мне не так уж дорого и обошлись, я считаю. Если посчитать, сколько я вещей, изделий ими связала, сколько я вообще их разбрала в руки, то я думаю, любая сумма здесь, конечно, окупится. Отчасти я не призываю никого кому-то что-то доказывать. Если вы, например, считаете, что вас окружающие просто не поймут вот с такими расходами на инструменты, то лучше вообще, я думаю, не говорить о стоимости того или иного предмета, который вы купили, того или иного какого-то инструмента для вязания. Смысла что-то доказывать, я думаю, окружающим нет, потому что они просто этими спицами не вязали. Они не могут их даже сравнить, а некоторые просто вообще не умеют вязать и не понимают, о чем мы с вами тут разговариваем. Поэтому, в принципе, это естественно. Если люди считают, что эти траты необоснованные, то, в конце концов, это же вы потратили свои собственные деньги, это ваше было решение. Почему кто-то может что-то осуждать, мне это непонятно. У меня такого не наблюдается. Мне кажется, каждый человек имеет право и волен жить так, как он хочет. И почему же я считаю в итоге спицей инвестицией? Потому что, как ни странно, они все равно дорожают временем. Тот же самый набор, как я и говорю, я его покупала за 3 300, сейчас он стоит более 11 тысяч, видел, за 12 в интернете. Такие, ну, в магазинах с пряжей, в магазинах с инструментами продаются вот такие же наборы, совершенно идентичные. А деклик, бейсик, вот этот базовый такой набор, самый удобный для меня, например. Я никого не призываю покупать дорогие спицы, и тем более не призываю, там, растрачивать деньги на что-то совершенно ненужное. Если вам нужны, например, всего несколько номеров конкретных спиц, то вы можете купить не целый набор, а отдельные его фрагменты. Если вы вообще не уверены, какой вы набор хотите купить, тогда купите, например, возьмите АДИ, тогда уже неразъемные, например, 3 мм. Потому что здесь их нет, и они все равно пригодятся, если вы вяжете на такой толщине спиц, потому что у всех разные предпочтения. Попробуйте повязать вот таким набором неразъемным, но, конечно, будет отличие, потому что разъемные все-таки немного отличаются. Там есть действительно вот это соединение АДИ клик, и там есть такая ступенька небольшая, об этом я всех предупреждаю. Если вы чаще вяжете методы Magic Loop, я вам могу только посоветовать то, чем вяжу я сама, это набор спиц Чиагу. Для них я специально купила леску 120 см, очень удобно вязать любые изделия методом Magic Loop, и я могу советовать такой способ. Если у вас другое мнение, напишите в комментариях, считаете ли вы необходимым вообще тратить деньги на инструменты, и инструменты качественные. Я не могу сказать, что у меня вязаное полотно было хуже чем-то, или мне было прям совсем неудобно вязать. Когда у меня были обычные спицы, даже у меня были спицы из алюминиевой проволоки, которую мне папа делал еще в советские времена, давнишние, когда я была совсем ребенком. И все равно мне нравилось вязать, мне нравился сам процесс. Но после того, как вы возьмете в руки качественные инструменты, вам уже не захочется брать что-то другое в руки, потому что это совершенно другие ощущения, и это невозможно даже описать. Я после АДДИ действительно не могу вообще вязать никакими другими спицами. У меня есть несколько прямых спиц, они лежат у меня отдельно в коробке, но я практически ими не пользуюсь. Только если у меня все нужные номера заняты вообще во всех наборах, тогда я, конечно, их возьму. Еще в чем плюс, если это спицы именно круговые, то они вам полностью заменят прямые спицы. Исходя из этого, я и сделала ставку именно на набор и именно спиц таких круговых. Потому что на круговых спицах можно вязать изделия и прямыми обратными рядами, и по кругу можно вязать, это очень удобно. Если вы чаще вяжете шапки, то берите, конечно, спицы именно укороченные и набором тогда берите. Когда я покупала спицы АДДИ, я еще не знала, будет ли мне удобно вязать на укороченных спицах, которые там 10-11 см длиной. Я думала, что, возможно, это мне будет неудобно в ладони держать, и я не решилась их купить. Но на самом деле это было бы тоже хорошим вариантом, как я сейчас уже думаю. Потому что в дальнейшем я уже купила набор спиц укороченных именно для вязания шапок. И они обычные китайские с Алиэкспресс, и поэтому я периодически вяжу именно шапки, мне очень удобно. Если бы я купила укороченные спицы более такого премиального, скажем, сегмента, я думаю, это было бы мне еще более удобно, и мне бы больше даже нравилось там скольжение, потому что лучше. Но в принципе меня вот и китайские на данном этапе устраивают, если просто вязать шапки по кругу. Это очень удобно мне оказалось, оказалось, что мне удобно и в руке держать их, поэтому вот так. То есть в ряде случаев я могу сэкономить и тоже купить там что-то недорогое в качестве там какого-то тестировочного образца. Мне кажется, вообще неразумно покупать сразу целый набор, если вы еще не попробовали связать хотя бы на одной паре таких спиц, нужно сначала, чтобы сложилось свое собственное впечатление. Поэтому отчасти мне было даже немного страшно покупать этот набор Адди, причем я заказывала его по интернету, это была вообще одна из моих таких первых рукодельных покупок через интернет, это 2013 год, далекий-предалекий, когда все еще было совсем по-другому, и тогда я даже не знала, насколько мне все это понравится. С тех пор уже, да, много воды утекло, и покупки через интернет перестали быть чем-то необычным. Напишите мне, пожалуйста, какие спицы являются вашими фаворитами, какими вы вяжете, на что вы готовы потратить деньги, и является ли спица инвестицией по-вашему. Или это такое смешное слово, которое вообще ни о чем не говорит, это просто траты денег. Готовы ли вы тратить деньги на инструменты, и довольно дорогостоящие? Есть ли вообще в этом смысл? Были ли у вас такие спицы раздора? Потому что я знаю, у меня писали даже комментарии такие зрительницы на канале, что их близкие не понимают, там, мужья, например, не понимают, зачем тратить столько денег, зачем тратить денег на пряжу, на спицы, например, и особенно в этом не поддерживают. Я знаю, что многие скрывают стоимость спиц, не говорят, там, своему мужу, например, сколько они потратили. У каждого, конечно, свой семейный уклад, и напишите, пожалуйста, скрываете ли вы стоимость спицы от своего мужа, например, или от еще других близких людей. И говорили ли вам когда-нибудь, ой, как это дорого, спицы, и столько стоит. Ну что, встретимся с вами в комментариях, а я желаю вам побольше вдохновения, удачи в вязании, и всем пока, до встречи в новых видео.